сейчас вне зависимости от того что называют искусственным интеллектом пять лет назад этих двух слов это не был хайп да и поэтому это называлось прикладную математикой или математическое моделирование важно то что это системы которые воспроизводят некоторые когнитивные способности сейчас все-таки отдельные в решении тех или иных рутинных задач то есть понятно что мы упрощаем себе жизни данные помогают понять как мы себя ведем на самом деле потому что все задачи прикладного искусственного интеллекта они так или иначе основаны на аналитике достаточно больших и зачастую не структурированных массивов данных направлен на выявление неких некоторых закономерностей как правило полезных для того чтобы помогать нам понять что нам нужно в конкретный момент времени какую потребность закрыть клиенту актуально не для того чтобы не предлагать ему нерелевантные советы продукты сервисы или в неправильных каналах как это часто бывает ну например мы видим сейчас что молодежный сегмент гораздо реже читает простые текстовые сообщения то есть смс чем сообщение в мессенджерах поэтому иногда надо подумать вообще нужно ли определенной целевой аудитории таргетировать как какую-то рекламу какой-то рекомендацию продуктовую через каналы которые более релевантны для более взрослой аудитории у нас есть всегда альтернативы мы можем отключить геолокационный сервис и в принципе мы будем тем самым меньше данных передавать куда-то в облако через устройство компании которые отвечают за развитие это геолокационного сервиса но мы тогда будем стоять в пробке а если вы включаете геолокационный сервис то вы добираете быстрее то же самое происходит и с банковскими продуктами и продуктами нашей экосистемы вы фактически получаете возможность открыть для себя новый спектр продуктов и помочь банку или помочь на экосистеме представить вам то что у вас сейчас там вам максимально востребовано вами максимально востребовано это опять-таки это про рекомендации есть другие направления связанные с голосом текстом сейчас мы все больше уходим в цифровые поверхности и темы если посмотреть на самом деле которые обсуждают здесь они так или иначе связаны с вот этими самыми прикладными задачами в реках задачах рекомендации в задачах кредитного скоринга поведение потребителей с точки зрения продаж взаимодействия внутри экосистемы понятно что анализируя или понимая у кого какие вкусовые предпочтения можно предлагать какие-то сервисы наших партнеров например пойти в тот или иной ресторан или отправиться в определенный магазин где сейчас проходят какие-то скидки программа лояльности и так далее если 5-7 лет назад в эту тему могли входить только специалисты достаточно с узким профилем это как правило с хорошими навыками программирования и математики сильные там на уровне вплоть до кандидатов или докторов наук то есть посвящающих себя профессионально теме исследований то сейчас мы видим что на контестах то есть на соревнованиях побеждают ребята в том числе учащиеся старших классов старшеклассники и соревнуюсь на одном уровне с профессиональными исследователями данных которые имеют зачастую десятилетний опыт работы в индустрии и за плечами ученые степени академические опыты так далее к сожалению мы достаточно далеко отстаем от стран лидеров по некоторым направлениям но у нас есть очень большой потенциал у нас есть мозги у нас есть мотивации и как кажется что сейчас важно вовлечь в это правильную аудиторию может быть поменять где-то подходы к образованию потому что мы видим что те навыки которые были востребованы еще пять или десять лет назад у молодых специалистов они немножко смещается в сторону владения допустим пакетов или как их называют фреймворков по машинному обучению использование программное обеспечение с открытым исходным кода облачная инфраструктура и вот для работы со всем этим конечно же нужны специалисты определенных специальностей здесь очень важно сейчас сфокусироваться на том чтобы вовлечь а и менеджеров в это и увлечь молодых специалистов поэтому я думаю что это основные приоритеты которые позволят безусловно россии сейчас у нас в этом году буквально месяц назад случилось большое важное событие подписали национальную стратегию искусственного интеллекта и я думаю что это очень хороший показатель того что это сейчас тема она в приоритете у наших коллег из госслужбы корпоративных компаний компаний альянса который сегодня о котором здесь сегодня говорили ну и конечно же университеты университеты молодые исследователи